Девушки отдыхают Подсказка Кнопка пропустить позволит промотать текст, который вы уже читали Юрий с облегчением выдыхает Все в порядке, Юрий? Ты выглядишь огорченной Прости, если это не совсем чего ты Вовсе нет Все в порядке Юрий убирает руку и книга закрывается Прихлопнув мой палец Интересный вопрос Почему игра посчитала, что я это уже видела? Ну да ладно Так, а тут мы должны Читать стихи Я как понимаю Ладно Я наверное сегодня вечером Почитаю еще Или ты хочешь, чтобы мы читали только вдвоем? Да мне в общем-то все равно Если так, тогда я еще почитаю вечером Читать вместе с тобой будет интереснее, когда сюжет начнет разворачиваться Логично Тогда Дочитывай две первые главы В своем темпе Решено Я поднимаюсь с места Запомнив на чем остановился Я убираю книгу в рюкзак Кстати, а стихи ты вчера написать не забыл? Ну да Внутри у меня все сжимается И как я мог согласиться на такое унижение? Я никогда ничего подобного раньше не делал Ужасно сложно было придумать, о чем писать Ну что, если все готовы, давайте каждого перед того, с кем хочет поделиться своим творением Что не дождусь Сайюри и Моника радостно достают свои стихотворения Сайюри не заморачивалась Вырвала листок из блокнота Он весь мятый и жеванный Моника записала свои стихи в изящной книженице Специально для сочинений Даже с своего места я могу разглядеть, какой у нее четкий и красивый почерк Нацуки и Юрия неохотно лезут в свои сумки Я следую их примеру Так, кому я покажу свои стихи в первую очередь? Так, давайте сохранимся Мне что-то подсказывает, что это нужное какое-то место Ну, симпатизирует мне Нацуки Юрия Или Юрия, как правильно Давай Нацуки Я вчера сказал Нацуки, что мне интересны ее стихи Будет справедливо, если я первую покажу свои Ну, чего там такого стоило ожидать от какого-то Вроде тебя Как грубо Прошу прощения Я же не говорю, что это плохо Просто они пропождают никаких эмоций Иначе говоря, на твой вкус это недостаточно Няшненько В глаз хочешь Спасибо, обойдусь Ха Ладно Пора показывать тебе мои стихи, да? Они тебе не понравятся, скажу сразу Так Орлы могут летать Обезьяны могут лазать Сверчки могут прыгать Лошади могут скакать Совы могут искать Гепарды могут бегать Орлы могут летать Люди могут пытаться А дальше уж как получится Серьезно? Фу Это стих? Да Я же сказала, что тебе не понравится Мне нравится? Что? Говори правду Я и говорю Почему ты была так уверена, что мне это не понравится? Ну Потому что В старших классах все считают, что поэзия должна быть с наворотами и все такое Никто не принимает всерьез то, что я пишу Но ведь смысл стихов в том, чтобы через них выражать свою душу, нет? И твой стиль, как бы Каким он бы и не был Не умаляет то, что ты вкладываешь в свое творчество Вот Точно Мне нравится, когда стихи читаются легко и бьют, как кувалдой Тут оно именно так Когда все вокруг делают что-то большее и важное, можно потерять веру в себя И мне захотелось написать об этом Да, я понимаю Что мне еще нравится в простой стилистике, это упор на игру слов и всякие такие приемы Например, сдаешь в конце ожидание рифмы, а потом ее пропускаешь Ожидание рифмы И последняя строка от этого звучит еще сильнее Так и есть Теперь я понимаю На эти стихи у тебя ушло куда больше сил, чем кажется Это я и называю профессионализмом Я рада, что смогла научить тебя хоть чему-то новому Что, не ожидал такого от малявки, да? Ну если честно, то нет Я решил слегка подыграть ей последней фразой На самом деле мне плевать кому сколько лет, но если для Нацуки это важно Я не собираюсь лишать ее повода для гордости Кому теперь я покажу свои стихи? Эмм Кто меня во вторую степень симпатизирует? Юрий, наверное Юрий читает тихотворение и я вижу, как у нее вспихивают глаза Потрясающе А? Что? Я сказал это вслух? Юрий сперва прикрывает рот, потом прячет лицо в ладонях Я... Ох... Он меня возненавидит Юрий, ты ничего плохого не сделала? Это... Наверное, ты прав Что я так нервничаю? Юрий делает глубокий вдох Так вот Ты до этого что-нибудь писал? Ты так умело используешь образы и метафоры Это признак богатого опыта А собственности-то я смогу почитать? Нет? Правда? Не ожидал, что ты станешь меня хвалить Вообще-то это мои первые в жизни стихи Да? Юрий недоуменно смотрит на меня потом опять на мои стихи Вот она Извини Юрий медлит Не в силах подобрать нужные слова Она вводит пальцем по строчкам, как будто это помогает ей анализировать мои стихи Ага... Давайте Это то, что навело меня на мысль Понимаешь, есть приемы, которые очень типичны для начинающих авторов Я сама через это прошла, так что мне не сложно их познать Самое очевидное у начинающих авторов Вычурный стиль Очень надуманный Другими словами, они берут тему отдельно Манеру письма отдельно А потом пытаются как-то это слепить воедино В итоге страдает стиль и выразительность Стоит Юрию увлечься разговором и она полностью преображается Она перестает заикаться и говорить как настоящий театрный критик Разумеется, тут нет твоей вины Чтобы написать даже самое простенькое стихотворение, нужно приложить немало усилий Не только подобрать нужные слова и красиво их поставить Но и добиться того, чтобы они стали единым целым На это может уйти время Не опускай руки, учись на чужих ошибках, пробуй новое Я надеюсь, что в нашем клубе ты Ото всех получишь ценные отзывы Нацки, конечно, может быть слегка предвзятый Предвзятый? В каком смысле? Эээ... Ну... Не важно И следует так говорить о людях за глаза Извини Ничего страшного Не могу понять, Юрий извиняется перед собой, передо мной или перед Нацки? Не возражаешь, если я сейчас почитаю твои стихи? Конечно Мне бы хотелось потом обсудить их с тобой Юрий мечтательно улыбается и кажется Начисто Выпадает такая возможность Не часто Так Это довольно странно Ведь мы в литературном клубе, в конце концов Так Призрак на свету Пряди моих волос искрятся в винтарном свете Плещутся в нём Наверное, это он Последний фонарь, устоявший перед напором времени Последний который Скоро сменит Болезненное Сине-зелёное мерцание будущего Я погружаюсь Спокойно Дышу настоящим, но живопрошлым Свет мерцает Я мерцаю в ответ Хм... А это уж неплохо Прости, у меня ужасный почерк Чего? Да я не о том вообще Ну ты так долго читаешь Эм... Мне просто редко приходится читать написанное от руки Вот и всё На самом деле почерк у тебя очень красивый Э? Приятно это слышать А стихотворение мне тоже А стихотворение мне тоже нравится Оно короткое, но очень выразительное А не слишком оно короткое? Обычно оно у меня длиннее выходит Вовсе нет Я очень рада, что тебе понравилось Скажу честно Поскольку мы в первый раз показываем друг другу стихи Я решил написать что-то простое Чтоб это было легче переварить Тебе нравятся призраки, Юри? Ага Вообще-то эта история не о призраке, мисс Чаппорт Правда? Кажется я чего-то недопонял Но ты очень бегло прочитал Но помни, что поэты выражают в своём творчестве мысли, чувства и пережитый опыт Обычно они не просто рассказывают историю или рисуют образ Тут можно сказать, что лирическая героиня сравнивается с призраком символически Она не в силах расстаться с прошлым и цепляется за то, что ей привычно Но скоро от этого не останется и следа Так звучит намного серьёзней Мне это и в голову не пришло Круто? Да? Да ладно, это пустяк Твои стихи мне тоже понравились, так что Да ладно Мне точно есть чему у тебя поучиться Ты так думаешь? Ещё бы Знаешь, я очень нервничала перед всем этим Теперь я рада, что мы это сделали Я буду стараться для тебя, мисс Шеппорт У меня тоже самое Кому теперь я покажу свои стихи? Ну что? С Аюрием пришло твое время? Хорошие стихи мне, Шеппорт Ты точно никогда раньше ничего не писал? Конечно Не настолько, что они хорошие Разве я похож на человека, который в свободное время что-то сочиняет? Ну, наверное, нет Но я потому так и восторгаюсь Если честно, я боялась, что ты возьмёшь за это Спустя рукава И вообще ничего не напишешь Я очень рада, что ты и написал Теперь ты по-настоящему стал частью нашего клуба То есть то, что я стою в клубе перед тобой не считается Ну да, ну да, конечно А ещё не увлёкся литературой всерьёз Но это же не повод нарушать обещания Вот видишь Как я и говорил вам, Шеппорт В глубине души Ты вовсе не такой уж эгоист Ты готов попробовать что-то новое ради других На такое способны только очень добрые люди Спасибо, Саюри Не уверен, понимает ли Саюри Что мною движет на самом деле Впрочем, отчасти я ведь пришёл в этот клуб И за неё тоже Ты на неё так много значила И вообще Да? Я сделаю всё, чтобы тебе тут было не скучно Договорились? Чтобы тебя отблагодарить Отлично, ловлю тебя на слове Супер! Ну что, а теперь ты почитаешь мои стихи? Не волнуйся, у меня очень плохо вышло Хе-хе Вот сейчас и посмотрим Дорогой солнечный свет То, как ты светишь сквозь мои Занавески по утрам Заставляет думать, что ты по мне скучал Как ты целуешь меня в лоб Помогая проснуться Уговоришь Протереть заспанные глаза И зовёшь меня играть на улицу Доверяешь мне сделать так, чтобы кончился дождь Я поднимаю глаза Небо синее Это секрет Но я тоже тебе доверяю Если бы не ты Я никогда бы не просыпалась Но я не злюсь на тебя Я хочу завтракать Может, я не поэтична, но я не слышу рифмы. Сайори. Это всего лишь догадка, но ты написала это в попыхах сегодня утром? Нет. Но разве что капельку. Ты не можешь отвечать разве что капельку, когда вопрос задан на да нет. Я забыла вчера вечером. Ну хорошо, тогда мне не так стыдно за свое, по крайней мере. Не вредничай. Я же старалась. Ну да. Я не говорю, что это плохие стихи. Вышло очень мило, или как бы это сказать, очень в твоем стиле. Правда? Да. Особенно последняя строчка. Я делала омлет и тосты. Хотя уже опаздывала в школу. Завтрак нельзя пропускать. Я от этого зверею. Ладно, не вижу смысла спорить. Спасибо, что показала свои стихи. Хе-хе-хе. Это было прикольно. Моника крутая. Ну да. В другой раз я не забуду. И напишу самые лучшие стихи на свете. Подожидать с нетерпением. Кому теперь я покажу свои стихи? Ну блин, тут осталось только Моника. Привет, мисс Шепард. Как твои дела? Развлекаешься? Ну да. Отлично. Рада слышать. Кстати, раз ты у нас новичок. Если у тебя будут какие-то предложения, чем еще можно заняться в клубе. Я всегда готов тебя выслушать. Не стесняйся ко мне обращаться, хорошо? Ладно, буду иметь ввиду. Конечно, я буду стесняться. Проще плыть по течению. Я буду сперва со всеми познакомиться, привыкнуть. В общем, ты покажешь мне свои стихи? Мне до ужаса неловко. Ну куда деваться? Хе-хе-хе. Не волнуйся. Нам всем сегодня слегка неловко. Но скоро мы это преодолеем. Все вместе. Да, это верно. Я протягиваю Монике свои стихи. Эм... Шепард, да ты молодчина. Я пока читала мысли на то и дело, вскрикивала Ого. Сколько образов, сколько смыслов. Не знаю почему, но я не ожидала от тебя подобных глубин. Похоже, я тебя недоценила. Уж лучше пусть никто не ждет от меня шедевров. Так проще. Тогда мои старания все сразу оценят. Даже самые небольшие. Хе-хе. Ну так не честно же. Хотя у тебя на этот раз получилось. Знаешь, такую манеру письма очень любит Юри. Образность, символизм. В отличии от Сайори, которая описывает радость и печаль простыми словами. Юрий предпочитает позволить... Позволить читателю самому докапываться до смысла. Писать в такой манере непросто. Особенно так, чтобы получалось хорошо. Чтобы читалось... Читатель мог что-то вынести для себя с первого же прочтения. А потом при желании закапывать... Закапываться в нюансы и анализировать оттенки смысла. Чтоб достичь мастерства нужны годы. Я думаю, Юрий занимается этим уже давно. Мне не приходило в голову спросить у нее напрямую. Да, да и уровень мне точно уже далеко. Не переживай. Делай то, что тебе нравится. Исследуй новые возможности. Выдумывай пробой. Думаю, я еще долго буду пробовать разные приемы. Пока, наконец, не освоюсь сочинять... Своё, короче. Вот и отлично. Пробовать новое это замечательно. Только так ты сможешь подобрать манеру письма, которая лучше тебе подходит. У всех остальных свои предпочтения. Так что они могут быть слегка предвзяты. Но я всегда буду на твоей стороне. Мы вместе пойдем... Найдем то, что по вкусу тебе. Так что не заставляй себя писать. Так, этого требует кто-то другой. Тебе нечем думать о том, как произнести на них впечатление. Хе-хе. Ага. А теперь хочешь почитать мое стихотворение? Ты не волнуйся, я не очень хорошо это умею. Не очень хорошо? Надо же, говоришь так уверенно. Ну, потому что от меня этого ждут. Это не значит, что я ощущаю уверенность внутри себя, понимаешь? Ясно. Ладно, давай почитаем. Дыра в стене. Это не могла быть я. Видите, как выдавила... Шт... Штукатурку. Кто это был шумный сосед? Разозленный парень? Я уже не узнаю. Меня не было дома. Я смотрю в дыру. Ища разгадку. Нет, ничего не вижу. Ослепшая я корчусь словно... Кинопленка, оставленная на солнце. Слишком поздно. Моя сетчатка. На ней навечно выжжена бессмысленная картинка. Это просто маленькая дырка. Она не была слишком яркой. Она была слишком глубокой. Вечность, растягивающаяся между всем и всем. Дыра бесконечных выборов. Теперь-то я понимаю, что я не смотрела в нее. Я смотрела из нее. А с другой стороны... В нее смотрел он. А прикольно. Так, что скажешь? Это очень белые стихи. Так это, кажется, называется. Да тут у них у всех белые цветы. Хе-хе. Белые стихи. Прости, но из меня плохой поэтический критик. Хе-хе. Ничего страшного. Да, в таком стихе сейчас очень многие пишут. Много стихов, где упор делается на ритм, на паузы между словами и строчками. Когда читаешь это вслух, эффект потрясающий. Что тебя вдохновило на это стихотворение? Оу. Не знаю, как сказать точнее, но на меня недавно снизошло озарение, если можно так сказать. И это повлияло на мои стихи. Озарение? Ну да, что-то вроде того. О таких глубоких вещах я даже не знаю, как говорить. Но внутри это ощущается очень сильно. Может, когда мы все еще ближе сойдемся друг с другом. В общем, совет начинающему автору от Моники. Иногда бывает, что когда сочиняешь стихи или рассказ, упираешься во что-то одно. И так стараешься довести это место до совершенства, что не двигаешься дальше. Доставь себя набросать на бумаге. Хоть что-то не тормози. Пригладишь потом. Об этом можно сказать иначе. Если слишком долго держать перо по одной точке, там расплывается большая темная лужа чернил. Так что двигай рукой. Плыви по течению. Это был мой совет на сегодня. Спасибо за внимание. Фух. Ну, вроде все отчитались. Я окидываю взглядом клуб. Как-то это нервно и тревожно. Я такого не ожидал. Ощущение такое, что меня сейчас все осудят за мою бесталанность. Даже если девчонки не станут смеяться, все равно мои стихи не сравнятся с тем, что сочинили они. Это же литературный клуб. Эх, я вздыхаю. Вот угораздило вляпаться. На другом конце комнаты, о чем радостно болтает Моника и Саюри. Я кашусь на Юри и Нацуки. Они обмениваются стихами и недоверчиво поглядывая друг на друга. Пока они читают, я смотрю, как меняется выражение их лиц. Нацуки раздраженно хмурят брови. Юри грустно улыбается. Ну что это за стиль? А? Ты что-то сказала? Да нет, пустяки. Нацуки с небрежным видом кладет стихотворение на стол. Как-то чересчур навороченное. Ну спасибо. У тебя все очень няшно. Няшно? Ты вообще ничего не понимаешь, да? Это же стихи о том, что не стоит сдаваться. Что тут няшного? Я поняла. Я просто хотела сказать то, как это написано. Я пыталась сказать, что это приятное. Да? То есть тебе приходится напрягаться, чтобы сказать приятное о моих стихах. Большое спасибо. Это совсем не кажется мне приятным. Но у меня есть пара советов. Хех. Если бы мне были нужны советы, я обратилась бы к кому, кто любит мои стихии. И кстати, есть те, кому они понравились. Сайори, например. Имя Шепард то же самое сказал. Так что исходя из этого, я сама готова дать тебе пару советов. Для начала. Прошу меня извинить. Спасибо за предложение, но я достаточно долго порабатывала свой стиль. И я не думаю, что он изменится в скором времени. Разве что я найду новый источник вдохновения. Однако, этого пока не произошло. Я не думаю. Между прочим, мне Шепард сказал, что Мои стихи тоже понравились. Он даже сказал, что они его впечатлили. На суки, вскакивает. Я и не подозревала, что Юрий. Что тыжаждет произвести впечатление на нашего новичка. Что? Да я вообще не... Ты просто.. Юрий тоже встаёт. Может, ты просто завидуешь, что Меща проценит мои советы больше, чем твои? Откуда ты знаешь, что мои советы ему не понравились? Ты что, настолько самовлюбленная? Я... Нет. Если бы я была самовлюбленная, я бы из кожи вон лезла, чтобы делать все миленьким и няшненьким. Ух. Ты чего? Все в порядке? Знаешь, что я тебе скажу. От меня у меня грудь выросла, будто большинство, как только к нам в клуб пришел мой Шепард. Нацуки. Эээ, Нацуки, это уж перебор. Тебя это не касается. Послушайте, хватит ссориться. Я этого не люблю. Обе девочки резко поворачиваются ко мне, как будто только что меня заметили. Мисс Шепард, она просто хочет выставить меня в дурном свете. Неправда. Она первая это затеяла. Почему она не может напрячься и признать, что писать просто? Это намного действеннее. Тогда и не было бы этого спора. Какой смысл запутывать свои стихи? Так что их невозможно распутать. Смысл должен быть сразу быть доступен читателю. Не надо мучить его загадками. Помоги мне до нее нанести ими, Шепард. Погоди. В языке есть множество выразительных слов, и они зачем-то нужны. С их помощью можно варить сложные чувства и мысли. Избегая таких слов, ты без нужды себя ограничиваешь и в пустую тратишь силы. Ты же и правда это понимаешь, Мишепард? Ну? И как я позволял ему втянуть меня в этот спор? Я же ничего не мыслил в писательском мастерстве. Однако, так, с кем я сейчас соглашусь, будет мне благодарна. Поэтому я выбираю... Ну, как по мне, права из них, наверное, Юрий. Нацюки, ты права, мне понравились твои стихи. Вот. Постой. Это еще не повод говорить другим гадости. Нельзя ссориться только потому, что у другого человека свое мнение. Да все же было совсем не так. Юрий вообще не принимает мои стихи всерьез. Эм... Я понимаю. Юрий. Э? Ты очень талантливая. А у меня твои стихи произвели впечатление. А у это... Ну, понимаешь, какое дело. Стиль может быть утонченным или наоборот простым. В свое творчество автор все равно вкладывает чувства. Тогда это становится чем-то личным. Именно поэтому нацюки обиделась. Как ты назвала ее стихи? Няшными. А, понятно. Я не сообразила, что... Мне очень жаль. Нацюки. Что ты завела ссору слишком далеко? Юрий не хотел тебя обижать, если бы ты просто объяснила ей, что ты чувствуешь. Возможно, ничего этого не случилось бы. Ты шутишь, что ли? Да я именно это и сделала. Это она. Нацюки. Мне кажется, на этом стоит поставить точку. Вы обе наговорили друг другу лишнего. Юрий извинилась. Тебе не кажется, что пора сделать то же самое? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сейчас упирается только потому, что они знают, как с этим справиться. И даже становится ее жаль. Временами, когда меня что-то обижает или задевает, я иду прогуляться, чтобы прочистить голову. Это помогает. Сайори, ей не нужно... Знаешь что? Именно это я сейчас и сделаю. Все лучше, чем на ваши лица смотреть. Рански хватает свои стихи со стола и выскакивает из класса. По пути она комкает листок и швыряет его в урну. Нацюки. Это было совсем лишнее. Я кидываю глаз взглядом. Юли сидит поперев. Поперев подбородок в ладони и смотрит в стол. Я осторожно подхожу к ней и сажусь рядом. Эх, все в порядке. И так неловко. Поверить не могу, что я так себя вела. Ты меня теперь, наверное, ненавидишь. Нет, Юрий. Кто угодно разлиться. Разозлился бы, если бы ему так и такого наговорили. Ты отлично держал себя в руках. Я не думаю о тебе хуже после всего этого. Ну, ладно, я тебе верю. Спасибо, Мишепр, ты очень добрый. Я рада, что ты в нашем клубе. Хорошо. И еще насчет того, что Нацюки сказала. Эм, ну ты понял про... Я бы никогда... Это так стыдно. Так вот. А? Я не слышал, что такого скала Нацюки. Ты о чем? Эм... Есть. Нормально. В основном. И Шепард, а ты что скажешь? В общем, все то же самое. Интересно было со всеми пообщаться. Круто. Когда завтра мы сделаем то же самое. Возможно, каждый из нас чему-то научится у остальных. И ваши стихи станут еще лучше. Я погружаюсь в раздумья. Теперь я знаю, какие стихи кому нравятся. Можно попробовать произнести впечатление на ту девочку, которая мне больше понравится. Я киваю сам себе, преисполнившись решимости. Мишепр, ну что, идем домой вместе? Конечно, пойдем. Хе-хе-хе. Сайори радостно улыбается. Мы с Сайори давно не проводили столько времени вместе. Должен признаться честно, мне с ней нравится. Сайори. По поводу того, что произошло. А ты о чем? Ну, между Юри и Нацюки. У вас такое часто бывает? Нет, нет. Я в первый раз вижу, чтобы они так ссорились. Клянусь тебе, они... Обе совершенно... Замечательные. Ты же... Они тебе не раздражают, правда? Конечно, нет. Я просто хотела узнать твое мнение, вот и все. Я думаю, вы подружитесь. Ох. Знаешь, Миша Шепард, мне нравится, что мы теперь ходим в один клуб. Но еще больше я радуюсь, когда вижу, когда хорошо ты там со всеми ладишь. Мне кажется, что ты им все тоже очень нравишься. Да ладно. Хе-хе. Нам будет так весело вместе. Кажется, да. Сайори до сих пор не дошло, о чем я все время думаю. Конечно, новые друзья, это неплохо, но... Стоит ли на этом останавливаться? Поживем, увидим Сайори. Я хлопаю с Сайори по плечу. Я сказал эти слова, скорее себе, самому, чем ей. Но Сайори бывает удобно использовать как собеседника для внутреннего монолога. Так. Да? Вперед. Ммм. Ну, узнав девочек поглубже, я все-таки все равно хочу написать стихи для Юри. Трагедия. Больно. Ублака. Вселенная. Темно. Сердце. Бесконечность. Дезориентация. Головокружение. Кульминация. Чаровать. Жизненность. Приободрить. Ободрить. Энтропия. Энтропия. Неуклюжий. Мелодрама. Нескончаемая. Философия. Послеобраз. Переменчивая. Невероятная. Время. Время. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. снова. Что ж. Ну что ж, в этой серии у нас был спор. Кстати, он более чем прикольный. Не знаю, надо будет ли потом возвращаться к этой точке, чтобы послушать каждую точку зрения, а их там около четырёх, наверное. Или трёх, как минимум. Нет, ну в споре-то две, понятно, а там где вот... Нет, там, наверное, вообще нет разницы, кто первый, кто последний. Ну, возможно, если не забуду, можно посмотреть, что будет, если встать на сторону Нацуки. Ну, на этом пока всё. С вами был Мэмшип. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok